Здравствуйте! В эфире Электрогорское телевидение и прямо сейчас о новостях нашего региона. Праздник возрождения ГТО «Готов к труду и обороне» в рамках Кубка Московской области по смешанным единоборствам состоится 21 марта на площадке перед баскетбольным центром Химки. В рамках тестовой издачи норм ГТО испытания по проверке физической подготовки пройдут все желающие. Более 500 участников, 50 судей, 5 категорий испытаний на одной площадке. Результаты будут фиксироваться современными электронными чипами, а самые сильные и ловкие получат призы. В программе мероприятия показательное выступление Федерации воркаута Московской области, мастер-классы от заслуженных спортсменов, мировых чемпионов и олимпийских призеров, а также диджей, музыка, призы и подарки всем гостям праздника. 50 участников, которые покажут лучшие результаты по сдаче ГТО, станут обладателями бесплатных билетов на Кубок Московской области по смешанным единоборствам. В программе турнира зрители увидят 13 захватывающих поединков. В клетке для единоборств сразятся самые сильные российские бойцы, которым будут противостоять известные оппоненты из Европы и Азии. Турнир увидят 5000 зрителей в зале и миллионы поклонников единоборств в прямом эфире по всему миру. В рамках турнира состоится настоящая сенсация. Первый российский боец, который дошел до титульного боя в UFC, Али Багаутинов, проведет долгожданный поединок на родине. Почетными гостями турнира станут известные общественные и политические деятели России, звезды спорта и шоу-бизнеса. Мероприятие проходит при поддержке правительства Московской области, Министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области, дирекции спортмероприятий Московской области. 18 марта Мосгордума в окончательном чтении приняла закон об установлении ограничения в сфере розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков. Закон запрещает продажу алкогольных энергетических напитков на территории Москвы. Глава комиссии Мосгордума по физкультуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов сообщил, что под запрет попали алкоэнергетики, в которых содержание этилового спирта не превышает 9%. Также в состав таких напитков входят тонизирующие компоненты. Щитов объяснил, что запрет введен на месяц позже, так как проводились консультации с Департаментом торговли и услуг и с префектурами. Также разъяснительную работу провели с предпринимателями и продавцами. Напомним, что депутаты Мособлдумы также разработали законопроект, согласно которому будет запрещена торговля слабоалкогольных и ограничена продажа безалкогольных энергетиков в Московской области. Согласно законопроекту, продажа алкоэнергетиков будет полностью запрещена, а продавать безалкогольные энергетики будет запрещено с 23.00 вечера до 11 утра. Дума уже одобрила законопроект в первом чтении. В четвертом квартале 2014 года прожиточный минимум в Московской области составил более 9000 рублей. Величина прожиточного минимума за год выросла на 13%. По данным на декабрь 2014 года, минимальный набор продуктов питания в Подмосковье стоит 3304 рубля. Данный показатель увеличился на 14,4% по сравнению с последним месяцем 2013 года. Общий уровень цены тарифов на товары и услуги в регионе вырос на 12,2%, что на 0,2% больше, чем в среднем по Центральному федеральному округу РФ. С повышением цен связано и увеличение объемов выручки от розничной продажи потребительских товаров. За 2014 год этот показатель продемонстрировал рост на 7,9%. В зале Электрогорского дома культуры продолжается авторская выставка картин творческих людей города. В выставочном зале представлено около 50 авторских работ Иды Викторовны Синюшкиной и Ирины Александровны Рониной. На стенах зала расположены картины, выполненные в разной технике. Плетение на коклюшках, объемная вышивка, мелкая пластика, флористическая живопись, работа из соломки. Здесь же вы можете увидеть искусственные цветы и авторские куклы. Работа мелкая пластика сделается из пластилина. Просто подбираю по цвету, рисую заранее картину, на картоне рисую в карандаше портрет, например, весенний, и потом уже по цвету подбираю пластилин, постепенно, маленькими кружочками. Вот так вот делается такая работа. Флористика – это в основном сушеная трава, собираю ее летом, обрабатываю клеем, чтобы она делалась такая твердая, как стружка получалась. И потом уже собираю какой-нибудь образ, подбираю тоже по цвету, собираю какую-нибудь картину. Глядя на творческие работы, я подумала, что, наверное, подобные шедевры делать очень сложно. Совсем не сложно. Стоит только взяться, и все получается. Тем более, вот, чтобы в старости не надоело жить, надо заниматься творчеством обязательно. Выставка работы в Доме культуры продлится до 15 апреля. Там же каждый желающий совершенно бесплатно может посетить ее. С вами была Анна Швальна. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!